Новые подробности жестокого убийства на юге Одесской области. Там на днях на рабочем месте нашли мертвая школьную учительницу. Съемочная группа 7 канала отправилась в Тарутино и пообщалась с местными, чтобы узнать подробности. Жители Тарутино все еще не могут прийти в себя после случившегося. Именно здесь, в здании недействующей библиотеки, местные и нашли тело школьной учительницы Аллы Кубякиной. Люди очень возмущены поселке и не только поселке. Это замечательный человек. Она буквально до убийства, за 4 дня до убийства была здесь у меня на приеме. Там говорили и о гуманитарных вопросах. Человек просто занимался благотворительностью и помогал людям. О том, что Кубякина занималась благотворительной деятельностью, знает чуть ли не каждый в селе. В течение 10 лет женщина была главой Тарутинской районной организации Красного Креста Украины. Занималась гуманитарными проектами района и даже баллотировалась в Одесский горсовет. Моя одноклассница знает, что никого не обижала и никому ничего плохого не делала. Там у нее были проблемы с сыном, а так в принципе. В селе Аллу знали еще и как учителя немецкого языка и химии. Четверть века она преподавала в местной школе. Коллеги отзываются о ней как о закрытом, но при этом добром человеке. Самоубийство местные давно окрестили жестоким и зверским. Ведь мертвую учительницу обнаружили с размаженной головой. Вероятным орудием убийства считают деревянную палку. Не на камеру жители села добавляют. В убийстве женщины подозревают ее сына. Он якобы имеет психические расстройства и даже не понимает, что его мать умерла. На заработках не она, а в Одессе. А она на заработках? Это не она. Это не она. Была война в прошлом году. Там могли быть просто ее сестры, двойняшки, а может быть ее дочери на 10-12 лет младше, которая 50-летних возрастов. Так что ничего страшного там не произошло. Однако в полиции о возможной причастности сына к убийству матери ничего не говорят. По факту преступления открыли уголовное производство. Поиски подозреваемых все еще продолжаются. Убийцу женщины угрожает до 15 лет лишения свободы.